Сотрудники комбината зеленого хозяйства продолжают снегоуборку Магадана. Работают специалисты не только по основным городским маршрутам. Они чистят межквартальные проезды, подъезды к контейнерным площадкам, тротуары и лестницы. Как рассказывают эксперты, из-за того, что Магадан – снежный город, трудиться нужно постоянно, чтобы очистить улицы от последствий погодных условий. Когда выпадают сверхнормативные осадки, конечно, техники недостаточно. Мы начинаем работать две смены, начинаем удлинять рабочие смены, работать в усиленном режиме. Но на протяжении уже трех лет колымская природа не балует наш снегом, и этих осадков выпадает намного меньше, чем в предыдущие годы, когда были проблемы. Однако с этим связана и плохая составляющая, то есть негативная составляющая малого количества снега – это грязь, это темный снег, это не очень уютный, ухоженный вид, который мы имеем сейчас в городе, но это побочный эффект обработки противогололедными материалами, песко-соляной смесью. После того, как осенью прошел дождь, а потом дороги подморозило, специалисты вынуждены были их посыпать, рассказал Алексей Гаврилов. В составе смеси – речной песок и соль. Это не реагент, уточнил директор КЗХ. Специалисты отмечают, когда температура воздуха становится выше 8 градусов мороза, соль начинает работать, размягчает снег. Однако специалисты его убирают. В настоящий момент как раз производятся работы по уборке этого черного снега с песком, с улиц города, который мы нагребли, когда использовали оттепель, которая помогла снять тот лед, который образовался в начале зимы и являлся наиболее травмоопасным элементом на наших тротуарах, что было недопустимо. Оттепель привела к активной работе песко-соляной смеси. Из-за этого там, где проезжали машины, получилась каша из черного снега. Сотрудники КЗХ и ГЛУД активно убирают снежную массу, расчищают дороги и дворовые территории. Продолжение следует...